Так быть или не быть франку криптовалютой, вот в чем вопрос. О создании Е-франка всерьез задумались в Швейцарии. Страна точных часов, вкусных сыров и быстрых железных дорог еще и очень спокойное место для денег. Они ведь так любят тишину. Правда, шума наделала новость о том, что Швейцария стала самой дружелюбной страной для развития криптовалютной индустрии. Пока в ходу все те же франки, но надолго ли? В Кантоне ЦУП уже вовсю принимают платежи, к примеру, коммунальные. Только вот пробиться в ЦУК, криптодолину, рай для блокчейн-стартапов не так-то просто. Регистрация с множеством, но тут и уставный капитал в 20 тысяч франков, курс почти как у доллара, локальный офис в Кантоне, да и резидент Швейцарии в управляющей верхушке. Обслуживание компании тоже влетит в копеечку, в среднем от 10 до 18 тысяч франков в год. Взамен минимальные налоги. Но, пожалуй, главный нюанс в другом. Швейцария разделена на 26 кантонов. Их независимость столь сильна, что каждый вправе писать свои законы. И что хорошо, в одном кантоне может иметь мало общего с реальностью в другом. Словом, ЦУК оказался впереди Швейцарии всей. На федеральном уровне законодательной базы, которая бы регулировала криптовалюты, пока нет. Да, заседание в парламенте на эту тему проводилось, позитивно ее воспринимают и в правительстве. Запрос как раз и пришел из кантона ЦУК. Лично я скептически отношусь к криптовалютам. Мне куда больше по душе реальные деньги. Ведь люди вложились в биткоин, его курс рос, а потом обвалился. Потери уже сейчас огромные. Депутат уверена, все идет из жизни. Если число сделок с криптовалютами будет расти, под них придется создавать и законодательную базу. Как в Беларуси, например. Так что пока дружелюбие швейцарцев к криптовалютам очень точно можно описать так. Разрешено то, что не запрещено. Майнинг здесь фактически хобби. Пока безобидное. Но если и писать законы для всей конфедерации, то исходя из защиты прав потребителя. Так говорят в парламенте. Только от кого защищать любителей несуществующих денег непонятно. Разве что от самих себя? Правда, Минфинс уже согласился подготовить доклад о выгодах и рисках электронного швейцарского франка. Благо, что и Минфин, и парламент, и национальный банк в Берни расположены на одной площади. Анна Пыш, Александр Кривецкий. Наши новости. Субботний выпуск. Швейцария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова